Наверняка многие из вас видели это замечательное устройство и играли с ним. Оно называется плазменным шаром или плазменной лампой, а изобрел его сербский физик Никола Тесла. В интернете выложено много опытов с плазменным шаром, однако толкового объяснения этих опытов мы так и не нашли. Но мы же физики! А значит мы должны объяснить, как эта штука устроена и как она работает. Выключим шар и вытащим из него стеклянную колбу. Из основания в нее идет один единственный провод. Убираем гофрированную трубку и видим, что внутренний стеклянный шарик наполнен мелкой металлической стружкой. Внутри основания находится генератор переменного напряжения высокой частоты, вот на этом транзисторе, и трансформатор, повышающий это напряжение до 5 кВт. Так что когда прибор работает, в пространстве вокруг центрального электрода возникает переменное электрическое поле. Но как можно обнаружить это поле? Поднесем к шару люминесцентную лампу, и под действием поля в ней загорается газовый разряд, так что она начинает светиться. Это электрическое поле можно зарегистрировать и с помощью простейшей антенны из одного провода, подключенной к осциллографу. Чем ближе провод к лампе, тем сильнее поле. Прибор показывает, что оно меняется с частотой 27 кГц. А будет ли шар светиться, если мы подключим его к источнику постоянного высокого напряжения? Поднимем напряжение от 0 до 30 кВт. Разряд внутри шара так и не загорелся. Значит, для возникновения разряда, поданное на шар высокое напряжение, обязательно должно меняться с большой частотой. Что же при этом происходит внутри колбы? Когда центральный электрод заряжается положительно, электрическое поле направлено от него. Колба заполнена смесью инертных газов. В ней вспыхивает электрический разряд, и положительные ионы начинают двигаться от центрального электрода. А свободные электроны и отрицательные ионы притягиваются к нему. В результате стеклянные поверхности колбы заряжаются изнутри. Эти заряды ослабляют поле центрального электрода внутри колбы, и разряд гаснет. Если бы напряжение оставалось постоянным, на этом бы все и кончилось. А разряды из-за его краткости мы бы даже не заметили. Но ведь электрод подключен к источнику переменного напряжения, и его полярность меняется уже через 20 микросекунд. Теперь поле поверхностных зарядов складывается с полем центрального электрода, и разряд снова загорается на несколько микросекунд, что приводит к перезарядке стеклянных поверхностей. Таким образом, разрядный ток внутри колбы течет короткими импульсами то в одну, то в другую сторону. А нам кажется, что этот разряд горит непрерывно. Мы объяснили, как работает плазменный шар. А о других эффектах и опытах, которые с ним можно сделать, мы поговорим в следующем фильме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова